Заплати всего 25% от суммы и новое платье сразу твое, а дальше оплачивай его равнозначными ДО-ЛЯ-МИ. Новый способ покупок без комиссий и переплат. Установи приложение ДО-ЛЯ-МИ. Всем хай! Хай, Барби! Как говорится, ладно, мы отложим эту клоунаду для другого раза, потому что сегодня, ребятки, у меня есть тени Барби. О-МАЙ-ГАД! Вы себе просто не представляете. Я покупала эти тени еще до того, как Барби была на хайпе. Я не знаю, на самом деле, как давно. И с этими тенями у меня сложилась очень интересная история. Прежде чем начну делать макияж, я просто хочу вам рассказать, чтобы вы знаете. Всегда думали о том, что все, что не делается, все делается к лучшему. Вот реально, минутка мотивации. Я делала обзор на эту косметику еще когда у меня были голубые волосы, то есть больше года назад. И это было единственное видео за все 7 или даже 8 лет существования моего канала, когда я случайным образом на объектив поставила пятно. Видимо, когда я тащила куда-то камеру, я поставила ляп на объектив. И, в общем, сняла это видео, сделала очень классный макияж, очень классное переплощение в Барби. Но когда села монтировать, я понимаю, что у меня здесь просто на весь экран было примерно вот такое вот пятно, как вы видите сейчас. То, как у меня сгорела моя жепа, а вы себе просто не представляете. Я улетела очень далеко и очень надолго. И, в общем, подумала, я решила, это косметика проклятая. Я не буду делать на нее обзор, и не делала. А сейчас вышла Барби, и все это хайпит, и я подумала, ну, как бы, почему нет, если да, если это косметика, у меня с тех времен лежит. А еще у меня было тогда зеркало, и во время съемки видео я разбила зеркало. Но это уже к вопросу, верите вы в приметы или нет. Потому что мое зеркало было разбито. Розовое зеркало Барби. Поехали делать макияж. Я, честно, не знала, какой образ мне сделать, но сразу дам вам спойлер, что в конце у нас будет полноценное переуплощение. Костюма подобрала, парик подобрала. Начинаем макияж с базы. Это было видно, вы видели, что произошло? Оно просто... Наносим базу под макияж, чтобы переплосить в настоящую Барби. Нужно, чтобы все было идеально и пластиково. Еще по возможности, если разговаривать без мимики и создавать эффект зловещей долины, получится просто разрыв. На самом деле, вот знаете, пока я сейчас сижу, крашусь... Кстати, это у меня Эспейр, корейский бренд. Будет создавать эффект кукольного лица. Я видела так много срачей на тему Барби. Честно скажу, я фильм еще не смотрела, но у меня такое ощущение, как будто я его посмотрела уже раз, наверное, 20. Потому что все, кто у меня из знакомых смотрел, все рассказывают, сидели со своим мнением. И очень-очень-очень многие люди, они вообще не сходятся в отношении к этому фильму. Потому что одни говорят, это классно, сидела там, проплакала. Кто-то уже посмотрел три раза, кто-то даже летал в другую страну, чтобы в день премьеру попасть и посмотреть. А кто-то говорит, что вообще неинтересно, скучно и через час уже было уныло. Честно говоря, я сама все еще не смотрела, поэтому у меня нет никакого мнения. Но мне кажется, что как будто бы на самом деле фильм очень клевый и какие-то вещи поднимает, что ты можешь пробовать все что угодно в своей жизни, что ты там не должна бояться. Что, в общем-то, сила, красота, класс, власть, розовый цвет, супер. Короче, да, вы поняли, я не смотрела фильм, я не буду размышлять о том, что я не смотрела. Лучше вы мне расскажите, кто смотрел. Что вы думаете на тему этого фильма? Кстати говоря, макияж, который я буду делать сегодня, вы мне сами скинули в телеграме. Это скинули мои подписчики, я долго-долго-долго смотрела, какой макияж мне сделать. Нашла вот это, он мне очень понравился, поэтому мы будем его повторять. Так что, если вы вдруг еще не подписаны на мой телеграм, обязательно подписывайтесь. Проблема вот этого макияжа в том, что очень выглядит, знаете, ну, понятное дело, что гламурно, повседневно, базово, я не знаю, как правильно обозвать это слово. Короче, стрейтово. А я такие макияжи вообще не умею делать. То есть, я больше по альтернативной стороне вопроса, но альтернативную сторону вопроса я уже сделала в целом отдельном видео, где я снимала о том, что я живу как барби 24 часа. Поэтому давайте все-таки попробуем сделать что-то вот такое сегодня. Честно, не шары получится или нет, но я очень постараюсь. Так, начнем макияж, наверное, с теней сегодня, потому что очень хочется к ним перейти. Выглядит палетка таким образом. И здесь есть некоторые проблемы, потому что цвета очень странно распиханы. Здесь действительно есть два розовых оттенка шиммерных, более светлых. Один ядрен розовый и один такой кирпичный, но непонятно, что со всем этим можно сделать на глазах. Есть синие оттенки, но, опять-таки, их ни с чем не перемешает, потому что, простите, пожалуйста, а что должно с этим делать? Короче говоря, при всей моей любви к этой палетке то, что она розовая и красивая, здесь просто бесполезный набор цветов. То есть, как бы, да, по отдельной стоянии класс, но они вообще нелогичные. И я не очень понимаю, что лучше со всем этим делать. Но это уже мои проблемы, не так ли? Поэтому давайте бахнем на лихие тени. Беру мягкую кисть, беру вот этот вот оттенок, который единственный, более-менее похож на нейтральный, и наношу его на все мое подвижное веко. Честно, цвет больше кирпично-оранжевый, нежели розовый, ну и пусть будет так. Мягко растушевываю наверх. Брови буду делать вот таким вот карандашиком. Обычно я делаю брови, на самом деле, помадкой, но сегодня чуть ли не запариваться с помадкой. Хочу сделать более такие графичные, что ли, брови, но при этом, чтобы они не выглядели, как будто их конкретно взяли и нарисовали на моем лице. Спойлеры, это будет ошибкой. Сейчас нужно переделывать, потому что эти брови злые, они не подходят в этот образ, выглядят странно. И так будет очень много кукольных элементов, хочется макияж сделать каким-то более человечным. На самом деле, знаете, вот когда, например, косплеишь кого-то, можно же очень по-разному сделать тот же самый макияж. Можно сделать реально там аниме-глаза, которые выглядят примерно так, которые, ну, в целом имеют право на существование, но выглядит это достаточно странно в жизни. Особенно если мы говорим про жизнь, а не про фотографии, где можно ретуши набахать миллион всего. Вот, есть более натуральный стиль, там, тех же укладок париков или макияжа, которые мне вот лично с вами нравятся больше. Есть полностью мультяшный, это когда ты стараешься максимально исказить черты лица, особенно в ретуши потом, чтобы быть похожей на персонажа. Вариантов очень много, но мне почему-то кажется, что когда я буду делать сейчас Барби, я хочу сделать ее максимально приближенной к реальной жизни. Ну, вот как Марго Робби, только не косить под Марго Робби, а сделать что-то свое. Кстати, как вы считаете, Марго Робби подходит для роли Барби, которую она исполнила, или вы бы назначили на это какого-то другого актера, если да, то кого бы вы поставили? Мне очень нравится Марго Робби, я ее безумно обожаю, безумно нежно люблю, поэтому я полностью согласна с этим кастом. Но мне интересно послушать ваше мнение, потому что видела очень много неоднозначных отзывов. Блин, ребят, кстати, вопрос про брови. Вы как ухаживаете за бровями? Вы их выщипываете, выходите на воск, может быть, кто-то сделал лазерную эпиляцию для того, чтобы брать лишние волоски, или вы... Ну, что вы вообще делаете? Короче, рассказываю. Я обычно брови свои сама себе ровняю или пинцетом, сама это ключевое слово, или я использую специальную бритву. В Азии их целая куча, я однажды купила в азиатском, тайском фикс-прайсе какую-то бритву, мне очень понравилось, и с тех пор я ее использую. То есть, ну, как бы классно, я привыкла. А потом была в салоне, и мне предложили по приколу, давайте мы вам брови подровняем воском, и я такая думаю, ну, а что, нет, а давайте. В общем, подровняла брови воском, мне очень понравилось, очень быстро, очень легко, и реально форма выглядела клево. Но, блин, у меня как будто бы после этого брови стали расти быстрее, что странно, потому что, по идее, когда бритвой их сбриваешь, они вроде отрастают сразу же, но тут почему-то, когда сделали воском, как будто брови стали быстрее расти, и, в общем, больше воск не делала. Вот такая вот история. Так, мотирую лицо пудрой, с бровями покончено, и поехали дальше думать над макияжем глаз. Еще раз посмотрю то, что я там выбрала, о господи. Но здесь, короче, прикол в том, что он достаточно легко выглядит, потому что, по сути, здесь просто большие стрелки, много розового. Но, блин, у нас нет таких оттенков, я не понимаю, как это сделать. Сейчас я буду, конечно, стараться что-то выдумать, потому что не хочется приходить к другой палетке, но попробуем. Короче, буду мешать вот этот оттенок и вот этот. Это достаточно экстремальная получилась ситуация. И попробую растушевать на центр века. Честно, я такой хренью никогда раньше не страдала. Блин, честно, не хватает, знаете, такого вот цвета, который был бы на этой палетке. Я вообще не понимаю, почему этого цвета не добавили. Карли, ну скажи, что нужно было добавить такой цвет? Ну, посмотри, какая палетка красивая. Розовый, вот такой. Конечно нужно. А его нету. Как-то? Растушевать не с чем. Не понимаю, как макияж делать. Я не понимаю. Другие мои парни-подружки, они делают нормальный макияж. Я делала парни-палетку, и получается какая-то дичь. Ой, у меня сопленый носок. Ладно, вы все это время смотрели видео с соплей на носу, но мне очень жаль, ничего не могу с ним поделать. Третий раз перезаписывать начало этого видео я не буду. Боже, мне так хочется рассказать историю про то, что у меня у подруги фобия на говно. Но я понимаю, что видео про Барби это неуместно. У моей подруги фобия на ноги. В смысле на ноги? Она боится пальцев своих ног. А что она делала с этим? Ходит в носках все время? Она ходит в носках все время, она никогда их не подграфирует. То есть, если она присылает фотографии, она цензурит ноги. Я тебе реально говорю, она отправила 10 фотографий на каждую, она посылает ноги свои. Ааа, ладно. То есть, это обратная сторона, ну вот той стороны. А на мастер-педикюр. Ладно, ребята, а у вас какая фобия? Или у вас нет фобии? Молодец, ударилась. Ребят, честно, есть только второй стул. Например, взять эти розовые, начать их прям конкретно втирать в веко. Но я не вижу в этом вообще никакого смысла, потому что, ну а нафига это надо? Я считаю, что нужно просто переходить, наверное, к нижнему веку. И раз тени такие странные в плане по собранию своих оттенков, наверное, просто есть смысл нижний век сделать прям ядрено-розовым. Потому что, ну, повторить вот этот вот макияж, по сути, это он есть. Просто цвета другие, а не другие, блин, они кирпичные. Ну, можно чего еще бахнуть вот такого вот. Но это все равно не спасет ситуацию. Господи, я чувствую, что меня просто развели. Ну, что делать Барби палетку, в которой нет особо Барби цветов? То есть, куча шиммера, в котором ничего не сделать, только вот так вот можно бахнуть. Но недовольна. Как я зол, как я зол. А Барби бывают злые? По-моему, у Барби была злая рыба только, которая такая, по-моему... Что за злая рыба Барби? Ладно, нижний век. Все, ровно такая же схема. Здесь уберите этот странный кирпичный оттенок. Ладно. Добавил немножко блестяшки. Вот сюда. Ой, кстати, какая хорошая блестяшка. Слушайте, я даже не ожидала. Я ожидала, что здесь ничего такого даже близко не будет, но блестяшка просто мега-класс. Вау, вот это сияние. Как называется? Кали-гелл. Не знаю, что такое Кали-гелл, честно, даже не буду пендриваться. Она была англичанкой. Ну, может, это Калифорния. Скорее всего, это какой-то сленг, потому что вся палетка, она в целом посвящена Малибу. Но нет, Малибу это не Калифорния, это вообще в другой стране. Малибу это где ГТА было. Что? На ГТА еще так сделай. Ладно, Миндейл терезит несчастный глаз. Все, это лучшее, что я могу с ним сделать. Потом еще бахну розовую, но сейчас, короче, у нее тут такие растушеванные, как мы понимаем, черные стрелки. Черный, есть ли в моей палетке? Ах, да, нет, тут какие-то бронзово-голубые странные штуки. Честно, есть, конечно, идея бахнуть коричневый. И попробовать что-то с этим сделать, но мне кажется, будет срака. Да, в общем-то, не кажется, учитывая, что коричневый еще и уходит в оранжевый. Но я все равно бахну, как вы понимаете, потому что я человек простой. Я что-то вижу, я делаю. Но придется теперь для симметрии сюда бахнуть. Короче, ребята, вот такое вот разводное акушерство и в этот раз нас настигло. Добавлю немножко миста. Но увлажнение вещь важная, особенно во всем этом пластиковом. Что я хотела? Я хотела сделать... Я чуть-чуть кружку на себя не провела, кошмар, кошмар. Я хотела сделать стрелки. И еще мне нужны какие-то черные тени, потому что там все растушеванное и темное. Кошмар, конечно, за этой палеткой Барби придется все исправлять. Так, ладно, возьму вот эту вот палетку, вот есть темно-серый оттенок, и постараюсь сделать такую же стрелку, как на том референсе. Я знаю, что это все обычно делается карандашом, но я карандаши не люблю, потому что у меня от них краснеют глаза, и начинают слезиться. Я вот типа не могу эту технику вывозить. Поэтому я стараюсь все делать или сенями, или уже подводкой. Но согласитесь, что тени на моих глазах, они вообще не Барби цвета. Они просто какие-то, ну типа, грязно-странно-розовые. Это не Барби оттенок. Все-таки хочу добавить еще больше блесток, потому что, ну вот совсем мне не нравится этот цвет розовый. Он дурацкий. Обычно, когда делают такие стрелки, еще используют специальные тейпы. Это, короче, такая штука, чтобы вот так вот потянуть себе, и у них выглядеть следующим образом. Вот, но я такие тейпы не использую, они у меня есть, я так и не поняла, что с ними делать. У меня от них начинает болеть башка, а еще их очень сильно вот здесь вот заметно. И я не понимаю прикола, особенно, когда кто-то их использует на видео, это же просто очень сильно видно. Ну типа, ты явно на мероприятие в таких тейпах не пойдешь, если только у тебя вот здесь вот волосы не приклеивают на специальный клей к лицу. Потом надену линзы, а сейчас надо сделать большие ресницы, покрасить их тушей. Может быть, тушь спасет ситуацию. В целом, как вы поняли, что могу сказать по поводу этой палетки. На самом деле, палетка классная. Ну вот так вот ее поставить. Выглядит красиво. Цвета там даже неплохие. Ну, если ты не ставишь себе целью сделать барби макияж вот прям в конкретно розовых оттенках. И в целом, она вот просто норм, ребята. Ключевое слово, норм. Добавим немного румян. Вот сюда вот. И немножко протушуем их глазам. У меня вот такие вот румяна. Это флаурный улз. Китайская косметика. Выглядит, конечно, очень красиво. У меня тоже на них будет обзор. Снова возвращаемся к косметике барби. У меня есть три карандаша для губ. Вот так вот они выглядят. Очень красиво. И к ним есть три оттенка помады. Они в целом идеально друг другу подходят. Здесь есть оттенок более нюдовый. Более, знаете, такой холодный розовый. Боже, карандаш, это куда? И есть прям яркая фуксия. Ну, конечно, барби в первую очередь ассоциируется с яркой фуксией. Но, честно, не хочу ее делать. Я думаю, что я ограничусь достаточно вот таким вот розовым, достаточно светлым, но при этом нюдовым. И, естественно, задача будет сейчас сделать губы гораздо больше, чем есть на самом деле. Ну, по крайней мере, я постараюсь. Вот здесь этот оттенок, на самом деле, мне нравится. Даже вот по этому маленькому слотчику на губе он класс. Карандаш очень ягко наносится. И он прям, ну, мне он безумно нравится. Я уже, думаю, сказала об этом миллион раз, но он крутой. Единственный расход гигантский, потому что, смотрите, я открывала карандаш, он был практически полный. Но чтобы только сделать контур, у меня для этого ушло вот реально большая часть моего карандаша. Очень странно. Ну, вот остатки карандаша теперь здесь. Подожди. Как тяжело жить эту жизнь. А теперь, короче, возьмем помадку. Помады у меня тоже вот так вот красиво выглядят. Упаковка невероятно здоровская. Я, кстати, не понимаю, почему так сильно не любят пластиковые упаковки в плане их дизайна и всего остального. Потому что выглядят, по-моему, очень здорово. Это красиво, потрясающе. Но мне нравятся больше железные. А еще пока я делала подсъемы, меня покусал этот злобный кот. Помада обычная. Карандаш мне понравился гораздо больше, если честно. И есть у меня смутное подозрение, что вот эта вот помада, она вообще нифига не стойкая. Ты не знаю, чай. Кофе сделала из сюрпы, все, и не будет у тебя помады. Оцениваем поцелуя на этой чаше. Пойду переоденуть. В общем, ребята, наделала я этот парик, и нифига хорошо я не выгляжу. И не потому, что парик плохой, парик-то отличный. А потому, что я нарисовалась без злой брови. Сейчас нужно переделывать, потому что эти брови злые. Они не подходят в этот образ, выглядят странно. Свет-то ужасный на губах, у меня вообще тоже не идет. Мне вообще не нравится. Я не помню, когда мне в последний раз настолько не нравился мой макияж. Все-таки вот этот стиль, он не для меня. Злые, не злые, придется их убирать. Что сделать, чтобы брать злые брови? Ну, мы будем их выпрямлять. Потому что вот этот вот подъем, он нафиг не нужен. Спустя 100 часов исправления злых бровей. И вот такой образ у меня получился. Да, без злых бровей это выглядит как будто бы даже хорошо. Мне даже нравится. Собственно, такие дела. Фоточки я выложу в мой телеграм-канал, поэтому обязательно на него подписывайтесь. И всем пока-пока, до новых встреч. В предыдущем видео. Это просто шок! Какая домашняя! Я никогда такого не делала на самом канале. Никогда. Сама лези Барби. Даш, как тебе майно? Какой классный уникер. Ты реально так ищла? Опасное и стильное это искусство. Скажи, смотрите, до конца она прыгнет в бассейн!